Президент Сирии Башар Асад тайно посетил Москву. Об этом сенсационном визите стало известно только сегодня. Арабского лидера в Кремле встретил Владимир Путин. О чем говорили, знает Константин Каковешников. Первые сообщения о визите в Москву президента Сирии Башара Асада появились на сайте Кремля этим утром. И буквально сразу в прессу попали кадры этой встречи. Уже по составу участников понятно, говорить будут в первую очередь о военной операции в Сирии, а также о шагах по дипломатическому урегулированию этого конфликта. Это беспокоит и нас, Россию, имея в виду, что, к сожалению, на территории Сирии с оружием в руках против правительственных войск воюют и выходцы из республик бывших. Советского Союза насчитывается около 4 тысяч, как минимум. И мы, разумеется, не можем допустить, чтобы они, получив боевой опыт и пройдя идеологическую обработку, появились на территории России. По словам Владимира Путина, ситуация в Сирии остается драматической. И вот уже несколько лет местное население практически в одиночку борется с терроризмом. Но в последнее время здесь наметился пусть и не перелом, но первые положительные успехи. Во многом за счет поддержки России, которая, по словам Асада, стоит за единство и независимость Сирии. Те политические шаги, которые предпринимались Российской Федерацией с начала кризиса, не позволили событиям в Сирии развиваться по более трагическому сценарию. Терроризм, который сейчас распространился в регионе, если бы не ваши действия и ваши решения, занял бы гораздо большие площади и расширился бы на еще большую территорию. Только за последние сутки российские летчики совершили 55 боевых вылетов и уничтожили свыше 60 объектов военной инфраструктуры. В том числе узел связи, который находился в здании местной почтовой службы и координировал действия пяти групп боевиков. Наносить удары по позициям террористов, запрещенного в России так называемого исламского государства, Москва начала еще 30 сентября, формально по просьбе Сирии, в соответствии с ключевыми нормами международного права. О долгосрочной операции, равно как и участие российских наземных войск, речи не идет. Прийти к миру в Сирии об этом Владимир Путин заявлял неоднократно. Можно лишь не путем военного, а исключительно политического урегулирования. С участием тех же курдов, которые давно и последовательно заявляют о своей независимости, и сейчас фактически плечом к плечу сирийскими военными борются с боевиками исламского государства. Сирия дружественная для нас страна. Мы готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий, в борьбе с терроризмом, но и в ходе политического процесса. Разумеется, в тесном контакте с другими мировыми державами и со странами региона, которые заинтересованы в мирном разрешении проблем. Наряду с Москвой о своем желании бороться с исламским государством заявляет и Вашингтон, под эгидой которого действует международная коалиция в обход ООН. В отличие от России, она наносит удары не только по Сирии, но и по соседнему Ираку. Параллельно с этим борьба с террористами идет и в Афганистане. Впрочем, такой расклад устраивает не всех. Накануне прекращение военной операции против исламского государства заявил вновь избранный премьер Канады. Около часа назад я разговаривал с президентом Обамы и заявил, что мы продолжаем оставаться в составе коалиции. Мы прекрасно понимаем свою роль в этой борьбе. Но в то же время, как я говорил ранее, мы завершаем свою военную миссию. Прийти к согласию по поводу событий, происходящих в Сирии, Россия и США по-прежнему не смогли. Но и здесь есть определенный прогресс. Одновременно с визитом Башара Асада в Москву появилась информация о подписании меморандума об общих правилах безопасности при полетах в небе над Сирией. На практике это значит, что вероятность инцидентов в воздухе с участием российских военных теперь сведена к минимуму. Константин Каковешников и Кристина Волошина. МИР24.